Сегодня в городском муниципалитете состоялось первое рабочее заседание Думы нового созыва. В повестке дня четыре вопроса. Выборы градоначальника и двух его заместителей, а также внесение изменений в положение самоуправления Дагвиплса о создании новой штатной единицы, третьего вице-мэра. Итак, согласно результатам голосования, председателем городской Думы нового созыва был избран представитель согласия Андрей Элкснич. За него проголосовали 9 из 15 народных избранников. Ни для кого новостью это не стало, ибо ранее согласие и мусу партия заключили коалиционный договор, в котором четко прописаны условия двухстороннего сотрудничества. Против назначения на должность мэра Андрея Элкснича и его первого заместителя Рихарда Эйгима проголосовали 6 депутатов от Латгальской партии. А вот кандидатура Ливии Янковской, выднутой на должность второго заместителя председателя Думы, была поддержана единогласно. Мы сегодня, конечно, не поддержали те вопросы и кандидатуры, которые, на мой взгляд, являются опасными для города, опасными с точки зрения и финансовых, расточительства средств финансовых, и с точки зрения давления на работников. А что касается организации работы, мы проголосовали за заместителя госпожу Янковской. Человек имеет опыт работы в своем управлении, и мы даем возможность поддерживать начало работы тех, кто хочет и умеет работать. Выборы еще одного заместителя градоначальника состоятся в июле, поскольку принятое сегодня правящей коалиции решение о возвращении третьей ставки вице-мэра в законную силу вступит только через несколько недель. Алгальская партия выступила против таких изменений, поскольку они связаны с дополнительными расходами, которые не предусмотрены в городском бюджете 2017 года. Положение Думы определяет вопросы, которые влияют на бюджет. Изначально они рассматриваются на финансовом комитете. Ведь мы не знаем, насколько большой будет зарплата у новой штатной единицы. Возможно, 50 евро за четверть ставки, и фонда зарплаты тогда на это хватит. А быть может, эта зарплата составит 5000 евро, и тогда уже денег не будет. Поэтому этот вопрос сначала нужно рассмотреть на финансовом комитете. По неофициальной информации, третьим вице-мэром станет представитель согласия Валерий Кононов. В настоящее время он является руководителем Дагубовского филиала Государственного агентства занятости. Следует отметить, еще не так давно именно представители согласия выступали за сокращение количества замов председателя самоуправления. Более того, в одном из своих многочисленных интервью Элксниш заявлял о том, что у мэра Дагубовского филиала Государственного агентства должен быть только один заместитель. Что произошло? Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда в Дагубовском филиала Государственного агентства нет бюро председателя Думы. Но зато у председателя есть советники, с которыми заключены бессрочные договоры. Получается, что у председателя Думы, которым стал Андрей Элксниш, советники Лачплессиса. Третий заместитель председателя будет ориентирован на вопросы, связанные с развитием города и подготовкой проектов, чтобы в город могло прийти дополнительное финансирование на улучшение инфраструктуры. А чего от Думы нового созыва ждут рядовые горожане? Каких-то изменений, я думаю, в работе. Каких? Каких позитивных. И на благо города. А вы, мужчина, чего ждете? Ничего. Хорошего или плохого? Хорошего ничего. Почему с тобой посетили? Потому что опыт подсказывает. Ничего. Почему? А все равно ничего не сделали. Чтобы они все обещания выполняли, которые обещали. Мы так агитировали, так рекламируем, что, например, едем всюду рекламируем. Там общество слепых было. И Элксин так же сам был. Чтобы выполняли все обещания. Ну, а чего вы ждете вообще от городской Думы нового созыва? А что можно ждать? Я даже не знаю, что можно ждать. Пусть поработают, тогда можно будет сказать. Пока ничего не понятно. Пока ничего не понятно. Ну, может быть, каких-то решений вы от них ждете? Ну, как, наверное, все отвечают. Рабочие места. Абсолютно ничего. Почему такой пессимизм? Я читаю газеты. И поэтому от этого у меня такой пессимизм. Напомним, по итогам муниципальных выборов в Дагубинскую дому из 13 партий прошли всего лишь 3. За Латгальскую партию проголосовали 28,57% горожан. За согласие 28,16%. И за мусу партию 19,34% горожан. Продолжение следует...